друзья всем большой при большой привет с вами снова настя подготовил для вас мастер-класс по уплетанию вот такого чудесного прямоугольного короба с деревянными ручками мастер-класс получился в пяти частях да он такой длинный потому что я решила остановиться на всех ключевых моментах начиная от окрашивания бумажной лозы выплетания прямоугольного дна поднятие стоек переходы загибка ну и крепление соответственно самой ручки поэтому запасайтесь терпением буду очень признательна за ваши лайки комментарии это поможет продвижению моего канала но и конечно же это всегда безумно приятно поэтому всего доброго и желаю приятного вам просмотра итак для плетения данного короба корзинки с ручками нам понадобится конечно же бумажная лоза уже окрашенная обработанная по всем правилам инструмент для обрезания трубочек для склеивания их между собой для склеивания трубочек я использую полимерный клей он может быть такой фирмы или допустим титан по поводу ножницы клей я оставлю ссылки в описании более подробно можно будет посмотреть также мне в работе часто очень помогает такая деревянная палочка я ее самостоятельно заточила это бывшая кисточка как вы видите мне понадобится деревянный профиль круглый он продается в магазин строительным любом ну как бы не в любом на самом деле если вы вдруг его не найдете то можете использовать черенки допустим от садовых таких тяпочек небольших фото я прикрепляю в качестве формы для плетания я буду использовать обычную картонную коробку вы же можете также подобрать коробочку по необходимым размерам или изготовить форму самостоятельно опережая ваши вопросы быстренько показываю как я получала данный цвет бумажной вазы использовала трубочки накрученные из бумаги потребительской кондопорского завода ширина полосы 10 с половиной сантиметров длина стандартная 30 сантиметров вы часто спрашиваете спицу я использовала как обычно чулочную 1 и 2 миллиметра для окрашивания моих трубочек я использовала свои любимые морилки нбх всегда ими пользуюсь новобыт хим завод цвет клен для получения раствора я использовала одну часть морилки клен и две части воды один к двум навела раствор поставила в баночке для получения легкого меланжа на трубочек я буду использовать эту же морилку клен небольшом количестве вливаю ее в отдельную тару и морилку нбх палисандр таком же количестве вливаю в баночку то есть получается пропорции один к одному клен плюс палисандр водичка не разбавляю просто перемешиваю после того как я окрасила трубочки беру другую кисточку и отдельным раствором делаю легкий меланж кисточкой провожу по одной стороне трубочек раствор я беру совсем совсем немного на кисти и легко легко разношу его на трубочках но вы сами все видите все сделал такую манипуляцию и убираю трубочки на просушку затем трубочки обрабатываю и ими можно будет плести впоследствии трубочками разобрались при помощи рулетки делаем замеры нашей формы я перевернула коробку измеряю ее дно получается 30 с половиной на 22 с половиной сантиметра размеры формы я перенесла на бумагу миллиметровку и именно по этим размерам и буду плести прямоугольное дно своего будущего изделия очень часто вы меня спрашиваете с какой стороны лучше начать располагать стойки по самой широкой или то что поменьше абсолютно неважно конечно же намного удобнее по самой широкой части выкладывать стойки тем более я вижу что их длина позволяет это сделать на то есть ее вполне хватает длины трубочки наращивать ее не нужно и мягкие части которые находятся на концах трубочек они также остаются за зоной прямоугольного дна если вы видели мои предыдущие мастер-классы то знаете что я всегда после выплетания донышко обрезаю эти хвостики наращиваю стойки проплетаю еще один ряд потом двойной веревочкой и только затем поднимаю стойки для плетения стенок изделия конечно же в этих местах обрезать трубочку не обязательно если она у вас намного длиннее вы также можете ее поднять начать плести стенки и уже впоследствии наращивать то есть располагать стойки можете и по короткой и по длинной части как вам удобнее расстояние между стойками всегда должно стремиться к 3 сантиметрам об этом я тоже постоянно вам говорю почему 3 сантиметра это оптимальное расстояние между стойками для того чтобы при выплетании допустим узором ситец а чаще именно этим узором донышки выплетаются или даже если вы будете плести двойной веревочкой до прямой обратной есть такой тоже мастер-класс на моем канале все полезные ссылки я оставлю потом в описании можете заходить туда в общем-то при выплетании веревочкой и лисицам расход рабочих трубочек самый оптимальный то есть таблетки остаются они самые коротенькие мы обрезаем трубочки чтобы наращивать их рабочие трубочки именно за стойками об этом я тоже рассказывала в одном из своих видео который называется правила и способы наращивания также ссылочку я оставлю в описании так вот расход он оптимизирован минимизирован и это очень удобно также удобно на таком расстоянии между стойками их проплетать если расстояние будет меньше это будет немного тяжелее а если расстояние будет увеличена то тогда нужно задуматься о том что дно изделия будет не таким прочным конечно же можно сделать эти стойки допустим тройные стоек всегда должно быть четное количество почему я уж тоже это объясняла когда у нас четное количество стоек то рабочая трубочка при выплетании она выходит из-под стойки крайней и загибается наверх заводится проплетается в обратную сторону и снова дойдя до крайней стойки также из-под нее выходит и мы ее загибаем наверх если количество стоек будет нечетная то трубочка будет из с одной стороны из-под стойки наверх загибаться а с другой стороны надо стойкой крайней и нужно будет под нее заводить это очень неудобно во первых во вторых некрасиво несмотря на то что я плита уже много лет в общем-то эстетики в этом вопросе достичь мне никак не удалось но и третье самое главное почему я так не делаю ну почему очень важно для меня сделать четное количество стоек я заметила что донышко начинает выгибаться вот так она прям вроде лежит лежит и одна страна прям подымается я не знаю ну в общем то этот момент был мной замечен и я подозреваю что именно вот эти виточки на когда мы проплетаем узором тем же ситцам у нас рабочая трубочка образует давление каждый рабочая трубочка проведенная через за стойки образует давление на эти же стойки и натяжение напряжение в общем то видно но как-то распространяется на все эти стойки неравномерно тут получается в одну сторону виточки тянут а здесь в другую и вполне возможно что это один из факторов из искривления прямоугольного донышка конечно же этих факторов может быть несколько ну допустим фактор номер два это большая площадь прямоугольного дна если она очень большое то здесь тоже есть риск не то что большой если она по площади допустим квадратная то это не так страшно нежели она будет у вас по одной стороне короткая подругой очень длинная и конечно же все очень сильно зависит от вашего мастерства и ну долгого плетения таких донышек потому что на самом деле прямоугольное дно плести по сложности я тоже не раз уже об этом говорила самое простое это круглое дно потом идет по сложности овально третье это уже прямоугольные квадратные донышки кажется что они плетутся как бы легко на самом деле там учиться 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 но сдаваться не стоит нужно стремиться к самому лучшему и стараться все у вас получится обязательно да кстати никогда я еще плету не плету на пересушенную стойках они всегда у меня немножко влажноватые и так закрепила свои двойные стойки при помощи малярного скотча у меня их получилось ровно 12 и пора приступать к вы питание дна я беру рабочие трубочки и смотрите обязательно перед тем как прокапывать их клеем я кончики срезаю особенно при оплетание именно донышек так меньше заметно место наращивания чаще всего вот на этих концах пигмент когда высыхать при использовании морилки в окрашивании и вместо наращивания более заметно но даже не этот момент меня больше всего смущает трубочка полая на самом конце и чем шире полоса бумаги тем вот этот кончик он больше по длине полый к примеру я плету еще трубочками накрученными с полос 8 с половиной сантиметров так там полая часть она меньше если также вы используете более тонкую спицу например один миллиметр я к сожалению ни разу ей не пользовалась моя спица 1 и 2 миллиметра то там вот эта полость тоже должна быть меньше чем как ориентироваться на просвет вы смотрите и увидите где заканчивается начинается трубочка более плотно сейчас я к сожалению не могу вам это показать но с точностью могу сказать что трубочки накручены из полос 10 с половиной сантиметров на спицу 1 2 миллиметра срез составляет 5 миллиметров точно то есть 7 вот видите я спокойно срезаю и вот в образовавшиеся окошки красивые прокапываю капельки клея клея не требуется полимерного очень много по той причине что он контактный прям буквально без использования клея у вас могут возникнуть трудности трубочка может неподходящий момент выскочить и в общем то это не очень есть хорошо взяла теперь новую рабочую трубочку которая не прокопанная клеем сейчас я начну первые и заводить завожу с левого края первую стойку пропускаю завожу за вторую стойку смотрите если у вас здесь концы в принципе наружу до торчат его прилично большое расстояние вы планируете их затем поднять для воплетания стенок то тогда учитывать этот момент оставлять такие же хвостики слева от стоек я же этого не буду делать потому что мне впоследствии нужно будет их обрезать для наращивания такой пропуская одну за вторую где видите уложила вот она моя линия вдоль которой я буду ориентироваться кстати я прочертила еще тут не сильно видно линии горизонтальной для того чтобы всегда контролировать уровень плетения потому что он обычно может так идти вот так или вот так в общем нам нужно все свое плетение наши точнее держать под контролем так выложила видите выложила придерживаю подгибаю надо стойками столько у меня двойная прям посерединке делаю аккуратный изгибчик держу левыми пальчиками завожу за стойку приподнимая стойку я ее не увожу ни влево ни вправо слегка наверх и как вы видите скотч я закрепила не близко к линии а чуть чуть подальше это важно чтобы стойка имела возможность приподняться завела прижала стойку опять все фиксирую первые два-три ряда очень важны стойки встанут так как нам надо и дальше будет их проще контролировать опять придерживает довела видите уложила пальчики сильно не давлю но плотненько подогнула завела все ничего сложного самое главное чтобы у нас были гибкие податливые трубочки так завела выровняла вдоль линии слежу обязательно за этим сразу же мне немножко сложнее ну что я через камеру на все смотрю мне скидка и далее я уже вижу но что мне на следующем сгибе необходимо делать наращивание видите место сгиба я беру ножницы до места сгиба делаю срез аккуратненько трубочка здесь еще толстенькая поэтому я аккуратный этот срез кармашек образует давлю сминаю заострила как бы трубочку и теперь уже беру трубочку которую мне пока прокопано клеем начинаю надевать слегка слегка прокручиваю до упора все фиксирую слегка подгибаю завожу дальше за стойку почему еще важно срезать вот эти трубочки до полы и потому что если вы нарастите этими полочками полыми трубочками срез вот тут то у вас скорее всего здесь будут заломчики в общем-то хорошо просушенные концы срезанные трубочки что полая часть была не слишком длинная это залог красоты изделия мы стараемся я тоже дошли до крайней стойки и как я вам говорил на четном количестве стоит трубочка всегда будет выходить из-под крайней стойки наверх вот у меня здесь линия видите я должна уложить укладывать свои стойки вот таким образом то есть когда буду загибать чтоб место загиба у меня ровно шло по этой линии не за нее нет ну как бы не влево что трубочка не уходила а вот так вот ровненько трубочку все равно я когда рабочие буду заводить уводить налево я вот эту крайнюю в правую сторону слегка сдвигаю все равно вот сейчас я ее видите слегка проминаю можно продавить в общем как вам удобнее аккуратненько вот так пинты надавливаю потихоньку ноготком главное продавить так чтобы здесь продавить она не с тыльной стороны не с другой и теперь она стала мягенькая ее прям эту видите держу стойку держу крайне эту прям я я не я не давлю просто ее вот укладываю и теперь видите что получается ровненько это вот слегка вправо все равно зафиксировала можно слегка прижать поправляю сразу стоечку довожу делаю подгибчик и видите тут держу держу придерживаю поднимаю следующую и завела и немножко можно так вот ее выровнять потому что у нам не нужно создавать лишнее натяжение видите как она идет а нам нужно чтобы ровненько все было не создаем лишнее натяжение здесь не натягиваем и когда плетем не нужно нам эту трубочку тянуть до следующей вот мы ее выложили теперь опять трубочку прям раз уложили поверх следующий но прижали довели до нужной слегка подгибаем и заводим и заводим за следующую сразу следим чтобы нигде ничего у нас не выскакивала чтобы все пошло ровненько очень внимательно если вы будете делать все как я у вас получится идеально все и вообще все получится так но я вот довела рабочую трубочку видите место скрутки у меня плохо видно где-то вот здесь но в принципе можно нарастить не страшно не страшно делаю подгиб делаю срез научилась я делать это вот таким образом раньше я разворачиваю ножницы причем только правой рукой сама все разворачивалась давно за мной наблюдает за моим творчеством об этом знает почему я тренировалась постоянно в процессе совершенствования ну и все тут дальше все просто наращиваем опять аккуратно может еще кармашек закрываться не до конца это не страшно с той стороны у нас все все выглядит точно отлично я уверена в этом так поправляем поправляем эти стойки то 1 сейчас я вам покажу одна смотрит сюда другая туда в общем мы сейчас еще и за стойками должны понаблюдать очень внимательно мы их сразу сразу выравниваем не торопимся на первых двух трех рядах все внимательно просматриваем опять приезжали вот сами стойки у основания ближе к плетению мы стойки прижали приезжали уложили трубочку довели подогнули подкип очень хорошо дает нам контроль над правильностью плетения но по крайней мере так привыкла некоторые не делают подгибы и в этом нет ничего плохого это не правило какое-то это просто способ контроля снова дошла до крайней трубочки теперь с левой стороны делаю подгиб завожу за стойку видите сейчас трубочка опять будет из-под стойки у меня идти наверх огибая ее сверху довела еще приближаю так выкладываю и ровненько я на самом деле немножко видите в левой и тянутки я говорила слегка проминаю по высоте трубочки и немножко с запасом про мяло фиксирую стойку обнимаю ее рабочей трубочкой и смотрю чтобы все у меня шло четко по линии по линии ну надеюсь тут все понятно и далее я вижу что мне нужно делать наращивание скрутка у меня уже вот здесь место склеивания по эти наращивания по всем правилам делает чуть чуть заранее критичное место наращивания это вместе скрутки но об этом во всем я рассказывала видео про наращивание я уже говорила вам сегодня ссылочки все 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 какие я упоминаю оставляю в описании не нагружаю видео разными вот этими всплывающими окошками ненужными все равно в процессе видео увлечены этим процессом перескакивать я думаю не очень резонно на мой взгляд так ну и все плетем дальше не забываем контролировать стойки это самое главное самое главное не торопиться фиксирую стойки прижимаю их к поверхности прижимая также аккуратно рабочую трубочку довожу до следующей я ее видите держу держу чтобы здесь не было переломов заломов за завожу прям вот этими пальчиками и правой рукой есть завела снова понги и снова здесь нужно делать наращивание так у меня сейчас процесс идет медленно на моей веранде очень жарко с меня стекает капли пота клей высыхает очень быстро вот этот и это нужно учитывать и то есть можете не заготавливать сразу много трубочек если вы плетете медленно и у вас жарко в помещении потому что не очень хорошо будет трубочка наращиваться если вдруг это произошло мы как у меня сейчас покажу что можно сделать берете обрезок трубочки да уже какой остренький и вот этот клей весь собирается он засохший все вынимаете и прокапываете эту же трубочку новый капелька клея густой жидкой они сухой уже и вот сейчас и со стороны чтобы вы видели когда мы уже начали плести левое крайние и крайние стойки они стремятся право и налево лево и направо и вот эти тоже перед ними идущие также пытается сделать но не так очевидно в общем то процесс спрос нужно немножко их постоянно противоположную сторону проминать на каждом этапе разворот постоянно постоянно контролировать ровность и вот я дошла до крайней стойки завожу проминаю приближаю чтобы он все было видно уважаем сейчас это очень-очень кажется страшно но это не страшно прям не страшно видите вот я ее увела не бойтесь этого увела мне главное выложить ровно вот эту петельку вдоль плетения вдоль линии простите все фиксирую здесь прижала подогнула над следующей фиксирую пальчиками приподнимая стойку завела и снова продолжая так пора делать наращивание хочет скользить трубочка здесь очень мягкая у меня оказалось чем-то я их они пересохли у меня что я их при естественной сушки подсушивала после обработки и пришлось не дополнительно обрабатывать и вот эти концы не просто не везде успели правильно просохнуть учитывать этот момент кончики должны быть очень хорошо высушены так нарастила новую трубочку проплетает дальше проверяя все стойки сразу хорошо ровность плетения очень удобно на бумаге миллиметров ки плести сразу все погрешности очень видны стоит она не очень дорого в рулонах продается в канцелярских магазинах прям купила и радость и вернула и снова вот в этом месте видите не нужно натягивать не нужно наоборот расслабили аккуратненько уложили снова делаю срез не все качественно у меня получается в камеру я вообще ничего 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 не вижу так но стараюсь так выровняли и все дальше опять стоечки прижала плетением зафиксировала чтобы она террас приподнимая стоечку за вашу приподниму за вашу торопиться не нужно вот честно если вы не не уверена плетете ну то есть совсем недавно вы прям новичок в этом деле я вам прям настоятельно рекомендую вот ни капли не торопиться если не получается расплетите лучше и действуйте потому что я много донышек выкинула прямоугольных свое время очень много стойки пытаю но они вот так вот ей ну как бы туда-сюда гуляют во внутрь заходят и нужно научиться терпению и полный полному контролю над вашими трубочками так снова завела промяло делаю разворот это уже третий разворот снова завожу выпрямляю видите выпрямляю ровненько все чтоб ровненько шло с правой стороны как вы видите сделала уже три разворота сейчас но с левой стороны с левой стойки с которой мы начали делаю последний также третий разворот почему у меня их три но они примерно по расстоянию получается дальше я буду выводить стойки такое же ровно почти состояв так почти такое же расстояние как из первоначальных стоек получается между боковыми стойками если у вас расстояние между стойками больше или меньше то вы тогда сами контролируете какое количество витков вам нужно сделать перед тем как вывести стойки или может быть плести по плотнее также еще учитывайте толщину трубочки может вы плетете трубочками которые накручены на полосу бумаги из 7 сантиметров тогда она будет намного тоньше ну то есть соответственно виточков нужно будет сделать наверное побольше все это плетая последний ряд сделала специально камеру чечену с высоты чтобы вам было видно и понятно что получается наращиваю так нарастила сейчас очень важно так видите вывожу поддав стойку крайнюю и оставляю теперь что я делаю так как впоследствии я буду все боковые стойки вот эти срезать и наращивать новые в целях экономии трубочек я сразу боковые срезаю срезаю вот у меня есть линия давайте приближе чтобы вам было понятно вот у меня есть линия немножко не доходя нее чуть-чуть пару миллиметров наверное делаю срез в бок и у меня здесь уже образовался срез для наращивания его заостряю и наращиваю между собой трубочки вместо сгиба я должна завести за какую-либо стойку смотрю здесь мне место позволяет завожу завела проплетаю влево мне нужен небольшой хвостик да если вам больше то есть вы учитываете вы будете его побольше и затем вновь справа справа у меня теперь получается здесь с левой стороны выходит одна трубочка на стойку а с правой уже 2 1 из под стойки с море другая поверх я ее довожу до линии до линии и немножко так вот сгибаю как бы бокс прижимаю к столу и вновь до места сгиба срезаю трубочку средств смотрит мне вправо опять наращиваю ее и подставляю с левой стороны смотрю где мне лучше это сделать вот таким образом раз вы просто так в общем то таким способом я экономлю рабочие трубочки все стойки обязательно опять выравниваю получается у меня здесь две стойки справа и с левой стороны также две стойки и я продолжаю плести как и раньше видите поверх мы здесь одну пропускали под второе здесь также получается одну пропустили под вторую завели все разворачиваемся в обратную сторону и плетем точно также опять делаем три разворота с правой стороны три разворота с левой стороны и точно также выводим боковые стойки но я весь процесс вам показывать не буду конечно же встретимся с вами в следующей части мастер-класса и на этом я с вами прощаюсь если видео понравилось не забудьте поставить лайк и до новых встреч